Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии второго тура супер турнира Champions Chess Tour Большого финала, в который отобрались 10 сильнейших шахматистов, все их вы сейчас видите на ваших экранах Поэтому ставим лайк до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран Сейчас на экране вы видите положение участников перед вторым туром, также результаты участников первого тура и жеребьевку второго тура Начнем наше рассмотрение с партии, где белыми играл Ани Шгири, черными играл Янг Шиштоф Дуда В этой партии была разыграна сицилианская защита, вариант Найдерфа Но и опять же, поскольку у нас много партий, я буду останавливаться только на самых критических моментах То есть тех моментах, когда соперники допускали либо неточности, либо ошибки Или какой-то происходил поворотный момент в партии Итак, пока идет развитие дебюта, конь Б3, Х5, слон Ж5, слон Е6, стороны развиваются Ферзь Д2, конь Д7, слон Д3, слон Е7 3-0, Б5, черные сразу же начинают атаку на ферзевом фланге Ф4, ферзь С7, король Б1, ладья Б8 Идет стандартная игра, характерная для варианта Найдерфа Когда белые пытаются атаковать короля, который остался в центре То есть рокировать черным здесь невыгодно Х3, Х4, ферзь Е1, Б4 Конь Д5, конь Б5, ЕД, слон Б5, слон Е7, король Е7 И мы видим, что черный король застрял в центре Ж3, Ж6, ГН, слон Е6, ладья Ж5, А5, Ф5, ЖФ, слон Б5, идет очень интересная, острая игра Ладья Х6, слон Е6, ладья Е6 Но пока, как мы видим, белые не могут добраться до черного короля И вот здесь Анижгири допускает первую ошибку, играя ладья Ф5 Здесь надо было не игнорировать угрозу черных ходом А4, а просто увести коня Конь Д2, ладья С8, ладья С1, А4 Черные начинают атаку, но белые играют конь Ф1 И дальше коня через поле Е3 ведут либо на поле Ф5, либо на поле Д5 И позиция получается сложной Итак, ладья Ф5, А4 Конь С1, ладья Ф6 Ферзь Е4, А3 Черные, как мы видим, первыми начали прикосновение с войсками соперника Ладья Ф1, ферзь Б7 Ферзь Ж4 Ладья Бет Ф5, ферзь Бет Ф5 Ферзь Д5, конь Д3 АБ, ферзь Ж5, шах Ф6, и вот в этой позиции Аниш Гири допускает очень серьезную ошибку Зевок, по сути дела, играя конь Ф4 То есть намереваясь взять ферзя с шахом Но при этом Аниш Гири не замечает, что после ферзь С4 Все зависает Висит конь, висит ферзь и висит ладья Ферзь Ж7, шах, король Д8 Конь Д3 Вроде бы пока перекрылись, но здесь черные побеждали уже ходом Е4 Простым ходом Конь не может уйти, потеряется ладья Ладья Ф4 Тогда Б3 И после АБ ладья бьет Б3 Разрушение защиты и несложная комбинация Вот такая вот комбинация заканчивает партию Потому что черные остаются с лишней фигурой Итак, конь Д3 Б3 Ну то же самое делает на самом деле Янг Шиштов Дуда АБ ладья бьет Б3 Ладья Ж1 Ладья Б5 Ферзь Ж8, шах Замечу, кстати, что вот здесь после ладья бьет Б3 Брать ЦБ нельзя Поскольку черные возьмут и коня и затем съедят ладью Поэтому пытается Аниш Гири запутать игру Разменивает Ферзей И вот здесь Янг Шиштов Дуда допускает ошибку, играя король Ц7 К ничьей приводил ход король Е7 Х5, король Ф7 То есть нужно было черным просто держать ближе короля к проходным пешкам белых Король Ц7 ошибка После ладья Ж7, король Ц6 Ц3, Д5 Конь Б4, шах Король Д6 Вот здесь уже Аниш Гири допускает последнюю ошибку Которая стоит ему партии Он забирает пешку на поле Б2 Казалось бы, самый логичный ход Белые уничтожают пешку Но это очень серьезная ошибка Белым нужно срочно было вести пешку Ферзей Х5, ладья Б8 Х6, ладья Х8 Х7 И вот здесь эта пешка никуда от белых не денется Очень важно то, что черные теперь стеснены Поскольку пешку на поле Х7 нужно держать Угрожает конь бьет Д5 И ладья бьет Д7 И позиция получалась ничейной Итак, король бьет Б2 ошибка Потому что после ладья Б8 Х5, ладья Х8 Выяснилось, что пешки гибнут у белых Ну и дальше без особых комментариев Несмотря на то, что перевели игру в владейное окончание Белые Черные получили окончание с двумя связанными проходными пешками И естественно эти пешки легко решают исход партии в пользу черных То есть дальнейшее доигрывание было по сути дела просто чистой формальностью Позиция белых проиграна в дрызг Ну и здесь в конце все-таки Аниш Гири капитулирует Потому что после король Е1 защититься от продвижения пешки в ферзи невозможно А в случае взятия пешки, конечно же, теряется ладья Итак, Аниш Гири победил А, вернее, проиграл Прошу прощения Значит, Янгшиштов Дуда победил И выходит вперед в этом противостоянии Напоминаю, что мы с вами смотрим партии первого сета Всего сетов будет 4 Ну и также возможны тайбрейки И партия смерти Армагеддон Идем дальше Белыми играл Максим Вашьевограф Черными играл Уэсли Со В этой партии была разыграна система борцаи То есть белые разыгрывают вот такую вот интересную систему Закрытая получается достаточно позиция Но характерная структура получается для английского начала Черные получают примерно равную позицию Поскольку они успевают разменять слона на коня Ну и здесь, на самом деле, борьба была очень долгой Давайте опустим здесь Миттельшпиль Потому что ничего интересного здесь особо не было Покажу лишь, что здесь Уэсли Со очень грубо просчитался То есть позиция была равной И черные, и белые играли до поры до времени великолепно Перевелась игра, как мы видим, в тяжелое фигурное окончание Но вот после ладья Ц5 здесь что-то с Уэсли Со случилось Он не заметил простейшей угрозы ладья Х5 с атакой пешки на поле Х6 И сыграл ладья А2 Намереваясь дальше упрощать позицию Но выяснилось, что после ладья Х5 позиция черных труба Угрожает мат в два хода Ладья бьет Д2, ферзь бьет Д2 Все равно висит пешка, надо убегать королем Тогда ладья бьет А6 И здесь после ферзь С4, Д5 Выясняется, что черные проигрывают То есть ладья А7 было сыграно с угрозой ладья А2 выиграть ферзя Если взять пешку, то следует взятие И на размены в конце белые съедают пешку на Ф6 И получают выигранное ладейное окончание Потому что у черных пешки все разрознены А у белых пешка Аш идет ферзи Итак, ладья А7, король Ж3 Не зевает ферзя Ваш Евограф ЦД, ЕД, ферзь С5 Ладья А8, шах, король Е7, ферзь Е1 Ну и здесь уже атака начинается страшная у белых И после ладья А5, король Д4, Д6 Скрытое нападение на ферзя Висит еще и пешка с шахом И здесь уже просто сдался Уэс Лисо Вот такой вот мощный разгром получился То есть просто усыпил бдительность французский игросмейстер Ваш Евограф Напал вот так вот коварно ходом ладья Ц5 На угрозу ладья А5 И Уэс Лисо ее не заметил Ну что ж, Максим Ваш Евограф победил То есть он выходит вперед А мы с вами идем дальше Белыми играл Шахриер Мамедьяров Черными играл Магнус Карлсон В этой партии была разыграна староиндийская защита То есть Магнусу Карлсону понравилось То, как он расправился вчера с Яном Шиштофом Дудой В 18 ходов разгромил просто Польского супергасмейстера Но вот здесь коса нашла на камень Потому что Шахриер Мамедьяров Как мы видим пожертвовал пешку Ради лучшего развития И после конь Д5 Нападает на ферзя И вот здесь Магнус Карлсон уже совершенно растерялся То есть здесь Магнус Карлсон оказался в роли Самого Яна Шиштофа Дудой Выясняется, что черные уже с треском Проигрывают, потому что форсировано остаются без фигуры Как ходить? Ферзь бьет А2 Решает испить горькую чашу до дна чемпион мира Ну выясняется идея Если сыграть ферзь Б5 То белые играют слон С3 И кстати так и надо было играть черным После конь бьет Д5 Слон бьет Ж7 Ладья Ж8 Слон А6 Ферзь А5 шах Слон Д2 Ферзь бьет А2 Вот в такой редакции черные могли еще Долго и успешно обороняться То есть после конь Д5 Ферзь бьет А2 Оказалась Грубая ошибка Магнуса Карлсона Которая Сразу же проигрывает партию Почему? Потому что после ладья А1 Создается угроза взятия на А6 И конь С7 Вилка С выигрышем фигуры Ферзь С4 Ладья А4 И теперь у черных Небогатый выбор Ферзь С5 Пришлось играть и отдавать фигуру Но и ферзь Б5 После ладья бьет А6 Уничтожение защиты И угрожает конь С7 Вилка Приводило к безнадежной позиции Потому что после конь бьет Д5 У белых есть промежуток Ладья А5 И здесь белые просто выигрывают фигуру То есть Конечно Как мы видим Черные получают За эту самую фигуру Три пешки Но Поскольку черные Играют фактически Одним ферзем У белых здесь большой перевес Так как черные Пока еще не закончили развитие И фигура здесь у белых Конечно же Важнее Итак Ферзь С5 Конь бьет Ф6 Слон бьет Ф6 Ладья бьет А6 Ба Слон бьет А8 Белые выиграли фигуру Но после слон бьет Б2 Мы видим Что у черных Три пешки За эту самую фигуру Но что самое интересное Белые просто заканчивают развитие И выясняется Что все пешки черных Слабые И компенсации За пожертвованную фигуру Со стороны чемпиона мира Не видно Ну и дальше Можно В принципе Показать эту партию Без особых комментариев То есть Магнус Карлсон пытался Что-то Сделать Но Позиция очень Слабая у черных Все пешки разрозненные И здесь Шахрияр Мамедьяров Легко добивается победы Потому что у черных Все пешки посыпались И дальше Белые на Цукцванге Легко Одержали победу В этой партии Магнус Карлсон Был не похож На самом деле Сам на себя То есть Очень быстро Фактически в дебюте Его Шахрияр Мамедьяров Прихватил Ну а дальше Последовало Чисто формальное сопротивление После Ф5 ЖФ Здесь уже Магнус Карлсон Капитулировал Потому что После взятия Следует шах И на король Д3 Теряется еще Одна пешка Ну и здесь уже Белые Легко Побеждают Итак Шахрияр Мамедьяров Победил И выходит вперед В противостоянии С Магнусом Карлсоном Ну а мы с вами Идем дальше Белыми играл Владислав Артемьев Черными играл Ливон Аронян В этой партии Была разыграна Защита Немцовича Опять же Дебют разыграли Соперники Без особых претензий Позиция получается Примерно равной Черные Получили Висячие пешки Провожу ликбез Пешки На соседних вертикалях Которых нет пешек Подружек Я их так называю То есть Нету Пешек Которые могут поддержать Либо пешку С5 Либо пешку Д5 Называются висячие И сила висячих пешек В том что они Отнимают Очень много полей У белых Фигур Но Слабость их в том Что белые будут Подрывать эти пешки И пытаться Заблокировать Слон С3 Ферзь Б8 Ферзь А4 Ну и вот здесь Ливон Аронян Конечно начинает Крутить позицию Пытаясь обмануть Владислава Артемьева Играет Д4 Он пытается Вскрыть слона Но это Ошибка Надо было сыграть Просто Владя Е6 На Владя Д1 Конь Е4 И позиция получалась Примерно равной Пока пешки стоят На полях С5 И Д5 Черным ничего не угрожает Итак Д4 ЕД Конь Ж4 Ливон Аронян Бросается в отчаянную атаку Но после Конь Ж3 Владя А6 Вот здесь Владислав Артемьев Не нашел выигрывающее продолжение Можно было продолжать Просто жадничать Можно было сыграть ДЦ С нападением на коня Конь бьет Х2 Тогда Владя Е1 Напали на слона Слон бьет С5 И здесь после Слон Е5 Выясняется Что Черные Атакованы слоном И слон атакован Владьей Как ходить Можно пойти Ферзь Д8 С нападением на слона Владя бьет С5 Ферзь бьет Д3 Но после точного Хода Ферзь Ф4 Все равно позиция Белых выиграна Потому что Конь на поле Х2 Застрял Выбраться он Никак не может А белые Грозят еще и Ходом Коня в 5 В придачу Начать страшную Контратаку На черного короля И здесь позиция Белых была Выигранной Итак После Владиа Х6 Владислав Атемьев Этого не нашел Сыграл Ферзь Д7 Владя бьет Х2 Д5 Начинается Очень острая Интересная игра Понятно Что брать слона На поле Е7 Смертельно опасно Из-за взятия На Х2 Ну и просто Будет в конце Мат Причем красивый Где-то мат Наверное с жертвой Ферзя Даже наверное Это можно показать То есть так Тогда последует Ферзь бьет Ж3 Скорее всего Да Скорее всего Так и последует Ферзь бьет Ж3 Затем шах Шах И мат То есть так Затем шах И вот такой вот Симпатичнейший мат Ну а если черные После ферзь бьет Ж3 Вернее если белые Забирают слона То тогда следует Тоже красивый мат Вот такой вот С жертвой Ладьи Ну эти варианты Не требует никаких Компьютерных Скажем так Умозаключений Это я сразу же Увидел В анализе То есть прямо сейчас Когда показываю вам Эту партию Короче после Ладья бьет H2 играет D5 Владислав Артемьев Перекрывая монстра Слона Ферзь F4 Вновь мы видим Что Ливон Аронян Напрыгивает на Позицию Владислава Артемьева Но после Ферзь F5 Белые отбиваются Слон D6 Ферзь бьет F4 Слон бьет F4 Ладья Е1 Слон бьет D5 Здесь конечно Надо было Владиславу Артемьеву Просто сыграть Слон C4 И позиция белых Была бы опять Получше Но здесь уже Владислав Артемьев Растерялся И дальше Что самое интересное Позиция все равно Оставалась примерно равной Но В конце Сейчас мы с вами увидим Что Владислав Артемьев В цветноте Допустит очень серьезную ошибку Получился Разноцвет Разноцвет Конечно же Ведет к ничьей Но здесь Черные Лишнее пешку Получили Слон b4 Ладья c1 Ладья a8 Шах Король f7 И вот здесь Давая импульсивный шах Владислав Артемьев Упускает ничью К ничьей приводил шах На f8 И на король g6 Ладья d8 Намереваясь Закрыться ладьей С поля d2 На шах С поля c2 После ладья a7 Король g6 Слон f8 Выясняется Что черные Съедают Одну пешку Затем Нападая На пешку На поле g2 Съедают Еще Сразу же Все пешки И оставаясь С двумя лишними пешками Здесь уже Ливон Аронян Был неумолим Конечно Последовало Как это сказать Конечно потребовалось Кое-какая техника Но Ливон Аронян Супер гроссмейстер Техники ему не занимать И в итоге В конце концов Остался он С лишней фигурой Да еще и лишней пешкой Ну и Сопротивление Владислава Артемьева Было чистой формальностью Не сдавался Владислав Было наверное Обидно Ему Но в итоге Все равно Партия пришла К своему логическому Заключению После король e3 Угрожает f3 И здесь уже Владислав Артемьев Сдался Вот такая вот Очень интересная партия На самом деле Ливон Аронян Конечно Подкрутил позицию По максимуму Из-за этого Владислав Артемьев Попал в цитнот И как раз таки Это и стало Следствием Дальнейшей неточной Игры Итак Ливон Аронян Выходит вперед В этом противостоянии А мы с вами Посмотрели все партии Первого сета То есть Четыре партии Из пяти Закончились результативно И это не может Не радовать Идем дальше Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Шехрияр Мамедьяров Итак Во второй партии У нас была разыграна Испанская партия Открытый вариант Шехрияр Мамедьяров Всегда играет Открытый вариант Очень интересный вариант Когда здесь Жертвуют Фигуру Черные Но пытаются Добраться До белого короля В итоге Позиция получается Очень острая Тут надо знать Просто ход в ход Варианты И до поры до времени Шехрияр Мамедьяров Играл отлично Но вот здесь На девятнадцатом ходу Допускает Очень грубую ошибку Играет Д4 Здесь у черных На самом деле Была примерно равная Позиция Если бы Нашли они Точный ход Ферзь Ф6 Вновь грозит Где-то Е4 И выясняется Что белые Не могут забрать Пешку на поле Д5 После конь Бьет Д5 Слон бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Ладья Д8 Ферзь на поле Д5 Просто ловится Ему некуда Уходить Посмотрите Ладья с поля Ф4 Отрезает Поля По четвертой Горизонтали Конь Защищен Ферзем И здесь у белых Просто позиция Была бы проиграна Но после Слон С5 Д4 Играет Шахлиер Медяров И по сути дела Все это проигрывает Партию Потому что После ферзь Д3 Вот здесь тоже Ошибается Магнус Карлсон К выигранной Позиции Приводил ход Ж3 Идея в том Чтобы Если ладья уходит То взять пешку На поле Д4 Которая атакована Трижды Конем Слоном И ферзем Ну а если ладья уходит На Ф7 То решает Не ферзь бьет Д4 Конечно А ферзь Д3 С нападением На мат Надо играть Ферзь Ж8 Тогда уже можно Забрать на Д4 И связка Не опасна Потому что Белые развязываются Ходом ферзь Е4 И здесь у черных Опять позиция Просто труба Итак Ферзь Д3 Сразу Магнус Карлсон Нападает на мат Слон Ж8 Конь Ф5 Снова навалились На пешку Ну и в итоге Магнус Карлсон Когда Всеми фигурами Навалился На эту самую пешку В конце концов Ее съел То есть вот почему Ход Д4 Со стороны Шахилера Мамедерова Был неудачный Ну и дальше Следует Филигранная техника Чемпиона мира Поскольку Белые Получили Позицию Явно лучше У них Две фигуры За ладью То здесь У белых Конечно Подавляющая позиция Ну и в итоге Сейчас мы с вами увидим Что белые Скоординировав Все свои Фигуры Нападают Съедают пешку На Ф6 Ну и здесь Шахилер Мамедяров Уже совершенно Растерялся Сыграл король Ф7 И сразу же Сдался После точного Хода Слон Е6 Отвлечение Если взять На Е6 То теряется Ладья На поле Д1 И белые Остаются С лишней Фигурой Короче Магнус Карлсон Легко Отыгрался И теперь Счет сравнялся Идем дальше Белыми Играл Ливон Аронян Черным играл Владислав Артемьев В этой партии Была разыграна Защита Каракан Причем Разменный вариант Позиция Получается Вновь Примерно равной И сейчас Мы с вами Увидим Что здесь Ливон Аронян Затеял Очень Интересные Осважнения То есть Вот Ливон Аронян Пытается Добраться До Короля Черных И после Ферзи 4 Владислав Артемьев Хочет разменять Ферзей И вот здесь Ливон Аронян Не нашел Интересное продолжение Он сыграл Ферзь С2 Этот ход Плохой Здесь Конь бьет H7 Был очень сильный Удар Со стороны Белых Дело в том Что брать на H7 нельзя Потому что Потеряется Ферзь А в случае В случае Взятия На Д1 Белые Бьют На F6 На Король G7 Меняются И здесь Позиция Получалась Примерно Равной Потому что Здесь Черные Должны Съедать На Поле F6 Тогда Белые Съедят Пешку На Поле C3 Ну и Позиция Получается Просто Равной Ферзь С2 Ошибка Теперь Ладья Е8 Ферзь Бьет С3 Конь H5 Ну и Выясняется Атаки Нет Конь Бьет H7 Король Бьет H7 Ладья F3 Это уже Удар По воздуху Со стороны Белых То есть Ливон Аронян Пытается Сыграть Ладья G3 И где-то Ладья Бьет H5 Поскольку Пешка G Связана Ну а Король G8 Просто Ушли Ферзь D2 Ладья Е7 Ферзь F2 Ладья Е8 В сухом Остатке Белые Остались Просто У разбитого Корыта Ну и дальше Владислав Артемьев Упрощает Позицию По максимуму И наносит Удар Конь Бьет F4 После чего Ливон Аронян Сдался Поскольку Бить на F4 Нельзя Из-за Такой Пешечной Вилки И Черные Побеждают Короче Владислав Артемьев Победил За счет Того Что Ливон Аронян Сам Посеял Что называется Ветер И пожал В итоге Бурю Идем Дальше Белыми Играл Янг Шиштоф Дуда Черным Играл Ани Шгири И так Во втором Сете Был разыгран Дебют Рэйти Позиция Снова Получается Как это Часто Бывает Примерно Равной Дальше Начались Маневры Ну и вот Здесь Белые Ошибаются То есть Вот здесь Надо было Ферз Бьет С3 Играть Белым И найти Очень Красивую Идею На слон Бьет Е2 Слон Идея Белых Что если Сыграть Слон Ж4 То тогда Меняемся Меняемся И удар Конь Бьет H7 Прилетает Черным После Король Бьет H7 Слон Бьет D6 Значит ЕD И Ладья D4 И вот Здесь Выясняется Что угрожает Ладья H4 И ладья H8 Мат Но Ладья Е4 Просто следует Вилка Ходом F3 Ну и здесь Белые Побеждают И так После Слон С3 Забирает Пешкой Янгшиштов Дуда Ну и дальше Анишгири Съел Пешку В итоге Черные Укрепились Потом Позиция Упростилась То есть Черные Мастерски Все Защитили И в результате Черные Получили Явный Перевес Веншпиле То есть Просто Выигранное Ладейное Окончание Поскольку У черных Две связанных Проходных Пешки Быстро Мчится Ферзи Ну и дальше Быстро Пешки Прошли И после Король С4 Здесь уже Сдался Янгшиштов Дуда На король С1 Следует Просто Б2 С дальнейшим Ладя Д1 И черные Проводят Ферзя И ставят Мат И так Анишгири Отыгрался И счет Становится Равный Ну а мы с вами Посмотрели Все партии Поскольку Остальные Закончились В ничью Приступаем К рассмотрению Партии Третьего Сета Белыми играл Шахрияр Мамедьяров Черными играл Магнус Карлсон В третьей партии У нас был разыгран Ферзевый гамбит Защита Рогозина Ну и надо сказать Что позиция Получилась Опять же Примерно равной По дебюту Но сейчас мы с вами Увидим Что спустя Несколько ходов Магнус Карлсон Сделает Несвойственную Для себя Позиционную Ошибку То есть видно Что Как будто У Магнуса Карлсона Закончились силы После Е4 Слон А4 Вадя Д3 Конь С6 Ф4 Мы видим Что белые Вроде бы Расположены Достаточно Хорошо И явно Лучше Черных То есть Черные Вынуждены Оброняться Б6 Вадя С3 И вот здесь Магнус Карлсон Допускает Очень серьезную Позиционную Ошибку Играя Е5 Здесь надо было Просто сыграть Конь Е7 Как раз таки Защищаясь От хода Е5 Подкрепляющего Коня На поле Д6 Тем что Конь пойдет На поле Д5 И этого Коня Будет Очень непросто Белым Прогнать На ладе С7 Ладе Д7 Находится Ход Ладе Д7 Слон Д7 Ж3 И позиция Получается Равной Но после Ладе С3 Е5 Играет Магнус Карлсон Не позволяя Белым Сыграть Е5 И зевает Очень красивую Идею Слон Д1 Вот здесь Шахрияр Мамедьяров Просто себя Показал Во всей красе Нашел Единственный Выигрывающий Ход В этой Позиции Слон Д1 Идея в том Чтобы Отвлечь слона На поле А4 Слон бьет Д1 Ладе Бьет С6 И теперь Проблема в том Что висит Слон И угрожает Ладе С7 С атакой Пешки На поле Ф7 И пешки На поле А7 Слон А4 Ладе С7 Еф Ладе Бьет Ф7 Король Ж8 Ладе Бьет А7 Мы видим Что белые Выиграли Пешку Слон С2 Ладе Слон Б3 Король Ф2 Ладе А8 Ладе Б7 Ладе Бьет А3 Ладе Бьет Ж7 После Король Бьет Ж7 Конь Ф5 Шах Король Ф6 Ладе Бьет Д8 Вот здесь Магнус Карлсон Вновь Ошибается После Слон Е6 Конь Д4 Здесь надо было Слона Ставить на поле Ф7 Обязательно Нужно было Держать Поле Д5 Под контролем Чтобы не дать Белым Сыграть Ладе Д5 И Е5 Шах Видите Конь С поля Д4 Контролирует Поля Ф5 И Е6 И это была Единственная Пудотворная Идея Белых Но Слон Ж4 Играет Магнус Карлсон Это очень Серьезная Ошибка Следует Аш3 Ладе А2 Шах Король Ж1 И что Теперь Делать На Слон Е6 Последует Просто Ладе Д6 Со Связкой Слон Аш5 Ладе Д5 И После Слон Этот ход Сразу же Приводил К победе На Король Ф7 Ладе Д6 И здесь Угрожает Е6 Дальше Пешка Идет У белых Короче Здесь Позиция Была Просто Безнадежной У черных Но Ладе Д6 Играет Шахрияр Мамедьяров И этот ход Выпускает Сразу же Весь Перевес Правда И здесь Магнус Карлсон Тоже Ошибается Играя Король Ф7 В то время Как Ход Король Е5 Х6 Ладе Б2 Ладе Б6 Король Бьет Е4 У белых Две Лишних Пешки Но Выясняется Что Ничья Получается Грозит Ф3 Король Х3 Шах Король Х2 Ладе Б2 Единственной Возможностью Не дать Черным Съесть Пешку На Б4 И провести Ф3 И является Ход Х5 Тогда Ф3 Ладе Ж6 Король Ф5 Б5 Ладе Б5 Жф Две Пешки У белых Сохраняются Но Активность Черных Фигур Не позволяет Белым Здесь Добиться Чего-то Большего Король Ф4 С атакой Пешки Х5 И Ф3 И после Ладе Ф6 Король Ж5 Черные Причаливают К мирной Гавани Но После Ладе Д6 Магнус Карлсон Играет Король Ф7 Этот ход Проигрывает Партию После Точного Хода Конь Ф5 Гораздо Слабее Ладя Бьет Б6 Слон Бьет Е4 И здесь После Конь Ф3 Ладя А1 Шах Король Ф2 Ладя А2 Король Ф1 Ладя А1 Конь Е1 Тогда Черные Играют Аш5 И активность Черных Здесь позволяет Им спастись Итак Конь Ф5 Очень сильный Ответ Теперь висит Пешка На Б6 И на Аш6 Слон Бьет Ф5 Е Ф5 Б5 Ладя Бьет А6 Ладя Б2 Ладя Д6 Ладя Бьет Б4 Король Ф2 Король Идет За Пешкой Ладя Б3 Ладя Д4 Ф3 Ну Последнюю ловушку Ставит Магнус Карлсон Пешку Забирать нельзя Из-за Короля Ф6 Ж3 Шахрияр Мамедьяров Спокойно Уводит Пешку Ну и Выясняется Что белые Выигрывают На Цуксванге То есть У белых Легко Проходят Пешки Черные Рано или поздно Попадают В Цуксванг И на 56 Ходу Магнус Карлсон Сдался Таким образом Шахрияр Мамедьяров Одерживает Вторую Победу Над чемпионом Мира И теперь В четвертом Сете Магнусу Карлсону Будет необходима Только победа Чтобы перевести Игру на тайбрейк Ну а мы Идем дальше Белыми играл Максим Вашьевограф Черными играл Уэс Лисо В этой партии Была разыграна Испанская партия Вариант Рио-де-Жанейро На самом деле Спокойный вариант И по дебюту Ни белые Ни черные Ничегошеньки Не получили Позиция получается Равная Позиция закрылась Ну и сейчас Мы с вами здесь Увидим Что черные Начали затевать Затей После Конь Ф5 Конь бьет Ф5 Слон бьет Ф5 Ладья А3 Конь Ф3 шах Играют черные И белые Жертвуют качество Но получают Активных Слонов Ладья Е8 Слон Е3 Король А8 Слон С4 Слон бьет Ф4 Ферзь бьет Ф4 Ладья Е4 Ферзь бьет Ф5 Ладья бьет С4 Слон А6 Белый Как мы видим Без качества Но угрожает Шах на поле С8 Ладья Д4 Шах Король Значит Ферзь Ж8 Ферзь бьет С7 Ладья Д1 Шах Король Ж2 Ферзь бьет Д5 Шах Ф3 И вот в этой позиции Уэсли Со допускает Ошибку Играя Ферзь А2 Шах Давая импульсивный шах Черные проигрывают На самом деле партию За счет слабости Своего короля Здесь К ничьей Приводил ход Ладья Д2 Просто подставляем Ладью под бой Ну и выясняется Что белые Не могут защититься Никак от вечного шаха Везде следует Вечный шах Куда бы белый король Не пошел Никак от вечного шаха Не спрятаться И партия заканчивалась В ничью Но после ферзь А2 Шах Король скрывается На поле А3 Теперь висит мат Из поля С8 Из поля Ж7 Ферзь Е6 Шах Ж4 Теперь висит мат Ферзь Д7 Ферзь бьет Б6 И потерялась пешка На Б6 Висит пешка на А5 И на Ф6 Ферзь Д8 Ферзь Е6 Ладья Д7 Б6 И белые получили Мощнейшую проходную пешку Дальнейшие Без комментариев Потому что здесь белые легко Побеждают Так как Все фигуры у них активные Король у черных слабый Ну и плюс еще Черные все пешки отдали В итоге Никакого вечного шаха нет Замечу что ход ферзь Б5 Не позволяет черным Объявить шах с поля Ф1 Ну и в итоге Разменяв ферзей То есть нарвались Черные на размен ферзей И после этого сразу же сдались Поскольку невозможно остановить Армаду пешек на ферзи В фланге Таким образом Максим Вашелограф Одерживает еще одну победу И досрочно побеждает В этом матче Ну а мы с вами идем дальше И смотрим партии Четвертого сета Белыми играл Ливон Аронян Черными играл Владислав Артемьев Итак В этой партии У нас был разыгран Дебют двух коней Белые играют Длинная рокировка Черные отводят слона На поле Ц7 Слон Х4 Б5 Слон Б3 Конь Ц7 Слон Ж3 Конь Д7 То есть белые напали Черные защитились Пока игра простая Конь Е2 Конь Ц5 Конь Д4 И Ф6 Вот конь Д4 Оказался очень сильный ход Со стороны Ливона Ароняна Выяснилось Что пешку На поле Ц6 Очень тяжело Держать черным Поскольку взятие Плохо Из-за того что Слон бьет Ц7 Ф6 Конь бьет Ц6 Конь бьет Б3 А, Б Слон Б7 Конь Д4 Вновь Конь направляется На это самое поле Очень красиво ведет Партию Ливона Аронян Ладья Ц8 Конь бьет Б5 И конь уже сожрал Просто две пешки Слон бьет Е4 Ладья Е1 Слон Ж6 Конь Х4 Слон Б8 Конь бьет Ж6 ХЖ Ф4 Король Е7 Конь Д4 Король Ф7 Ну и мы сейчас С вами видим Что Белые получили Лишнюю пешку Ну и дальше Давайте С целью Экономии времени Посмотрим Что здесь Ничегошеньки Черные Сделать не смогли Белые Упростили игру Остались просто С двумя лишними Пешками Ну и в результате Вскоре Владислав Артемьев Капитулировал Потому что здесь Он еще и зевнул Коня После шаха Теряется конь И с лишним Конем Здесь уже Ливон Аронян Легко добился Победы Ну что ж Ливон Аронян Одерживает победу И Этой самой победой Одерживает победу И в матче Идем дальше Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Шахрияр Мамедьяров Решающая партия Магнусу Карлсону Необходима Только победа Итак В решающей партии У нас Был разыгран Ферзевый гамбит Защита Тараша Черные Закрывают игру Ходом С4 И переносят Тяжесть борьбы На ферзевый фланг Наваливаются на коня На поле С3 Белые играют Конь А4 Рокировка Б3 Ладья Б8 Ферзь С2 Но Магнус Карлсон Играет белыми Мы видим что У черных преимущество Двух слонов Но Магнус пытается Разбить Ферзевый фланг Ладья С8 БЦ ДЦ И А3 Ситуация Где черные Прицепились К ферзю Ферзь уйти не может Потому что потеряется Слон А после ферзь Б3 Потерялась пешка На поле А3 Здесь Магнус наносит удар Слон бьет Ф7 Король Ф8 Ну брать Очень плохо Потому что теряется Ладья Король Ф8 Ферзь Е6 И слон бьет Ж2 В ответ Играет Шахрияр Мамедьяров Очень интересно И красиво Ведет партию Азербайджанский Гроссмейстер Ну и на самом деле Получается Позиция Где у белых Лишняя пешка Но при правильной Игре Шансы На победу У белых Минимальны И вот здесь После ладья Ж8 Король Х2 Ферзь С5 Угрожает Ферзь Ф2 Ферзь Д2 Ферзь Е5 Шах Ф4 Магнус Карлсон Ставит ловушку Шахрияр Мамедьярову В которую тот и попадается Здесь К неясной позиции Вел ход Ферзь Е6 Продолжая Держать короля На прицеле Не давая белым Никуда объявить шах То есть Владельное окончание Для черных Скорее всего Здесь будет близко К ничьей Но Шахрияр Мамедьяров Забирая пешку Попался в ловушку Потому что Зевнул шах С поля А2 И тут-то и выяснилось Что на ферзь Е6 Следует Поскольку ферзь связан Если уходить на поле Ф8 То просто Даем шах И съедаем Опять же Владью Поэтому Играет король Е7 Шахрияр Мамедьяров Теперь сразу Брать Владью нельзя По причине Ферзь Е2 Шах Король Е8 И после ферзь Б8 Король Ф7 Ферзь С7 Шахрияр Мамедьяров Сдался Потому что в любом случае Он проигрывает Так как Как здесь ходить Если уходить На вертикаль Ж То следует Владья Ж1 Там уже практически С матом Ну или выигрышем Влади Если уходить На поле Е6 То понятно Что здесь Просто Заматуют В итоге Белые Этого черного Короля Ферзь Д7 Это мат Ну а если уходить Король Ф8 То тогда следует Шах И здесь уже приходится Отдавать ферзя Черным Итак Магнус Карлсон Отыгрался В четвертой партии И на самом деле Очень интересный матч Поскольку ни одной ничьей Не показали Эти соперники То есть просто Игра идет На результат Итак Теперь мы с вами увидим Две Блиц партии Поскольку партия Вернее не партия А поединок Перешел на тайбрейк Идем дальше Белыми играл Янг Шиштоф Дуда Черными играл Аниш Гири В этой партии Была разыграна Защита Грюнфельда И позиция Получается Примерно равной Но дальше Сейчас мы с вами Увидим Что Аниш Гири Начал ошибаться У черных Как мы видим Позиция в принципе С Изолированной пешкой С6 и А7 То есть немножечко Позиция в пользу Белых Но если играть Точно То ничего страшного Не случается Здесь черные Делают ставку На игру На королевском фланге На атаку Ладья Е3 Ферзь Д6 Ферзь Е5 Разменялись Разменялись Король Ж6 Ф3 Слон Аш3 Ж4 Ладья Аш4 Ладья С2 И вот здесь Аниш Гири допускает Очень серьезную ошибку Играя Д4 То есть позволяя Белым вторгнуться Ладьей на поле С5 И атаковать пешку На поле Ж5 Конь Аш7 Конь Б2 Ф6 Ладья Е7 Белые фигуры Как мы видим Теперь уже доминируют Король у черных В опасности Ну и дальше Белые просто Навалились Съели пешку И в результате Аниш Гири Остался без материала Без двух пешек Но что самое любопытное Аниш Гири Сопротивлялся Здесь еще Очень-очень Долго Проигрывать ему Не хотелось Но в результате Все равно Партия Пришла к своему Логическому финалу Белые потихонечку Постепенно Усиливают Позицию Уже три лишних Пешки у белых Ну и надо проявить Только точность Ну и конечно же Якшиш Тавдуда Ее проявляет Постепенно Потихонечку Черные Попадают В Цук Цванг Пешка А идет И здесь уже Аниш Гири В результате Приходится отдавать фигуру Поскольку угрожает Вадя Д8 мат То есть коню некуда уходить На конь С7 Будет Вадя Д8 мат Отдает фигуру Ну и после Вадя бьет Б8 Сдается Потому что с голым королем Особо не поиграешь Итак Якшиш Тавдуда Одерживает победу В этом матче И мы с вами друзья Будем смотреть Еще один тайбрейк Соперников Которых я вообще не показал Потому что Они сыграли Четыре ничьих Речь идет о Тимуре Раджабове И Хикару Накамуре Итак Ничейные партии Я тоже буду опускать Ну а если будет результат То обязательно вам Покажу Смотрим Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Шехрияр Мамедьяров Первая блиц партия Итак В первой блиц партии Соперники разыграли Ферзевый Гамбит Черные получили Изолятор На поле Д5 Конь Ж4 Слон Ж5 Ф6 Слон Ф4 Слон Бьет С5 Рокировка Рокировка Конь Е1 Ж5 Играет Шехрияр Мамедьяров И после Слон Д2 Слон А7 Конь Д3 Конь Е5 Конь Бьет Размен Шехрияр Мамедьяров Дальше Белыми играл Тимур Раджабов Черными играл Хикару Накамура Итак В первой блиц партии Был разыгран Ферзевый Гамбит И опять же Здесь ничего интересного В этой партии До самого Эншпиля Не происходило Эншпиль интересен Только тем Что здесь Когда Начался Цитнот Сейчас мы с вами Увидим Что надо было Тимуру Раджабову Проявить Точность В нахождении Полей Соответствия То есть Черные Закрывают Игру И вот здесь После слон Б1 Король Ф6 Король Ф6 Кстати ошибка И слон Б1 Тоже ошибка Вот здесь После король Е6 К ничей Приводил Ход ФЕ На король Бьет Е5 Просто король Д2 И выясняется Что черные Никак не могут Усилить Свою позицию Слон Б1 Ошибка Потому что Здесь черные Играют Король Ф6 Слон Д3 А6 Король Д3 Король Е6 А4 Король Д5 АБ АБ Ну и после Король С2 Конь С4 Здесь опять Кстати Вот здесь После король С2 Этот ход Тоже проигрывает Партию Здесь можно было Побить на поле Ф4 В случае взятия ЖФ Решает Пешка Ж А в случае Взятия ЕФ Король проникает На поле Е3 Ну и здесь Позиция Опять же Становится Практически Безнадежной У белых Конь С4 Слон С4 Король С4 ФЕ Король Д5 Е6 Король Бьет Е6 И вот здесь Тимур Аджава В цейтноте Не нашел Единственный Спасающий Ход Король С3 На король Е5 Играем Король Д2 Очень важно То что На король Д5 Мы играем Король Д3 Захватывая Оппозицию Ну а на король Е4 Играем Король Е2 И черные Опять же Не могут усилить Позицию Но Здесь После король Бьет Е6 Тимур Аджава Пошел Королем Не туда Король Д2 И теперь После король Е5 Король Д3 Король Д5 Черные Уже Захватывают Оппозицию И либо Черный король Проникает На поле Ф3 Либо на поле С4 Но так или иначе Белые Проигрывают Из-за Цукцванга Итак Хикара Накамура Одерживает Победу В первой Блиц Партии И мы с вами Смотрим Теперь Вторые Блиц Партии Белыми Играл Шахрияр Мамедьяров Черными Играл Магнус Карлсон Вторая Блиц Партия Итак Во второй Блиц Партии У нас Была разыграна Сицилианская Защита И белые Сразу же Бросаются В отчаянную Атаку Играя Е6 Шахрияр Мамедьяров Пытается Навести Суету Обмануть Чемпиона Магнуса Карлсона Ладья Б5 Ферзь С7 Конь Е6 С3 БЦ ФЕ Ферзь Х5 Шах Король Д7 Король Как мы видим У чемпиона Мира Остался в центре Ф5 Конь Д8 Рокировка Ладья Ф8 И вот здесь Ладья С5 Играет Шахрияр Мамедьяров Нападая На ферзя Пользуясь Тем Обсоединением Что взять Ладью Нельзя Так как Будет Связка И Магнус Карлсон Вот здесь Надеясь На следующий Вариант Слон Бьет С5 Ладья Бьет Ф5 Атакуя Ферзя И слона И дальше Черные Забирая На С5 Могут На самом деле Надеяться На Ничейный Исход Партии Потому что Вторая Ладья Идет На С8 И начинается Контр Игра Но после Ферзь Бьет С5 Шахрияр Мамедьяров Напрочь Забыл О промежутке ФЕ И после Король С6 Слон Бьет С5 ДЦ Ладья Д7 Никакой Компенсации За пожертвованного Ферзя Чемпион мира Не получил Очень редкий Случай На самом деле В карьере Чемпиона мира Когда он так Грубо просчитался Ну и здесь уже Шахрияр Добивает Просто переводя Игру В окончание Ферзь против Ладьи И коня Ну и пешка Ж решает Исход партии В пользу Белых Магнус еще Сделал пару Ходов И на 36 ходу Сдался И тем самым Друзья Шахрияр Мамедьяров Отыгрался И мы с вами Будем наблюдать Партию смерти Армагеддон Идем дальше Белыми играл Хикару Накамура Черными играл Тимур Аджабов Также вторая Блиц партия И во второй Блиц партии Была разыграна Строиндийская защита Здесь конечно Было мало Что интересного И вообще Весь этот матч Представлял Наименьший Интерес Поскольку Соперники Сделали 4 Бесцветных ничьих В Основное время Ну и здесь Особо ничего Примечательного На самом деле Не показали Быстренько Игра упростилась Получилось Окончание Ладья и конь Против Ладьи и коня Ну и дальше Здесь Поскольку Приближался Цитнот Хикару Накамура Начал давить Что называется На кнопку Тимур Аджабов Играл медленнее И в результате Позиция Полностью Упростилась Позиция равная У белых Никак не хуже Они добираются До пешки На поле Ф6 И образуют Проходные пешки На королевском фланге В то время как Черные пытаются Играть на Ферзевом Ну вот здесь Вот Ладья А3 Была максимально Точная Со стороны белых Не пуская Короля на Б3 Ну и Король Ж6 Тоже Ничем не хуже Приводит партию К ничьей Потому что В итоге Все разменивается И соперники Доигравшись Практически до голых Королей Согласились На ничью Так как Хикаро Накамура В первой партии Одержал победу То он одерживает Победу И в матче Ну а мы с вами Смотрим Армагеддон Итак Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Шехлияр Мамедяров И Магнус Карлсон Обязан Играть на победу В партии Был разыгран Ферзевый Гамбит Сразу скажу Что я показываю В быстром темпе Как бы имитируя Игру соперников Потому что Они тоже играли В очень быстром темпе Ну и ход Ж5 Шехлияр Мамедяров Пытается опять Взвинтить Позицию По максимуму ФЖ Слон бьет Ж5 С6 Ферзь Ф3 Слон Е7 Сб6 И после рокировка Ход С5 Оказался очень неудачный Со стороны Шехлияра Мамедярова Ну не готовы Пока черные К такому вскрытию Поскольку черный король Никуда не рокировал Слон С2 Рокировка Теперь уже черный Заканчивает развитие Но пешка на Д5 Довольно слабая Конь Ф4 Белые начинают на нее Наваливаться Слон Ж4 Кажется что Белые зевнули Качество Но Жесточайший удар Конь бьет Д5 Ставит все точки над И Теперь в случае Взятия на Д5 Вновь берем на Д5 Будет висеть ферзь Будет висеть слон Конь бьет Д5 Конь бьет Д5 Так и было сыграно Слон бьет Ф3 Конь бьет Б6 Шах Значит конь бьет Б6 Слон бьет Е7 Зависла ладья И после слон бьет Д1 Еще слон Ф5 Подкручивает Магнус Карлсон Теперь выясняется Что В случае закрытия Ладьей То есть ухода ладьи Из-под удара Белые просто заберут на Д1 И Никуда от них Это качество не убежит В случае отхода короля Можно забрать на Д8 Тут еще и конь Будет висеть У черных В конце И здесь Ввиду того Что Дальнейшие потери Материальные Неизбежны Шахрияр Мамедяров На 22 ходу Сдался Итак Все-таки Магнус Карлсон Одерживает победу В этом Жесточайшем Противостоянии Надо сказать Что соперники Не сыграли Ни одной ничьей Представьте друзья 4 основных партии То есть Быстрый контроль 2 блиц партии И партия Смерти Армагеддон Закончились все Результативно Вот такой вот Получился Боевой Поединок Сейчас на экране Вы видите Соответственно Сводную таблицу То есть Со всеми результатами Кто как сыграл И положение Участников Уже с турнирными Очками Смотрите Ознакамливайтесь На у меня на сегодня Все Друзья Если обзор Вам понравился То ставьте лайки Подписывайтесь На канал Нажав на Круглую кнопку С изображением Фигурного коня Который вскоре Возникнет Прямо посередине Этого ролика В конечной заставке Также Для вашего удобства Если вы щелкнете По левой Конечной заставке То вы увидите Обзор предыдущего Тура Супер турнира Champions Chess Tour Справа будет Обзор Следующего тура Таким образом Все сделано Для вашего удобства Чтобы вы Ничего не пропустили И посмотрели Весь турнир Целиком Надеюсь Что вы Мои старания Оцените Играйте в шахматы Любите шахматы С вами был Олег Саламаха Увидимся На обзоре Следующего тура Супер турнира Champions Chess Tour Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok